Вот честно вам признаюсь, сказал бы мне кто-нибудь полгода назад, что я смогу читателям своего фейсбука в прямой трансляции показать целиком церковь Сан-Микеле аль-Поцу-Бьянку святого Михаила Белого колодца, я бы, честно говоря, не поверил. Но технологии тем и интересны, что они развиваются быстрее, чем наше воображение может себе представить. И вот вам церковь Сан-Микеле аль-Поцу-Бьянку, в которой вы, скорее всего, никогда не были, потому что даже если вы были в Бергаму, то эта церковь довольно редко открыта, часы тут случайные и известна она не очень, туристические тропы здесь не пролегают, но это потрясающая совершенно церковь, которую, если вас занесет в Бергамо молитвами, например, авиакомпании Победа, то обязательно вам советую ее посетить, потому что это потрясающая совершенно роспись, как видите, так себе сохранная. А на мое большое везение тут оказалось очень хорошее покрытие LTE именно внутри церкви. Снаружи нет, снаружи там одно деление, а внутри церкви вдруг оказалось три. Вообще проблема с прямыми трансляциями из Италии как раз заключается в том, что тут так себе все со связью. Собственно, в Венеции, где узкие улицы, толстые стены и сигнал перебивается все время. Ну посмотрим, как будет в Венеции. А пока вот Сан-Микеле Аль-Поцу-Бьянку. Наши два евро купили нам 15 минут непрерывного освещения. Надеюсь, я в них уложусь. Хотя, конечно, в общем, в этой церкви можно зависать сколько угодно. Как вы догадываетесь по звуку моего голоса и состоянию эхо. Я тут совершенно один. Тут никого нет, ни служителей, ни посетителей. Ну, в общем, это не самое бойкое место. Удачно прикупил я на вылете что-то под названием салфистик. Поэтому можно будет вот так делать и посмотреть поверх этой решетки на роспище. Даже подойти к тому, что высоко написано. целится, пока не учился. Но все впереди. Вот у нас главный алтарь, который, как видите, завершен. Но мы попробуем преодолеть с помощью салфистика эту проблему. Все отлично получилось. Вот такой вот у нас там бог-отец. Видно бог отца? Нет, не видно. Это надо вот так поворачивать. Вот так это. Все-таки еще надо приучиться работать с этой палкой. Такая вот роспище. Технология фрески. Вы понимаете, все это все рисуется в один присест, потому что быстро высыхает. Ну, конечно, естественно, до этого наносится рисунок, поверх которого роспись. Но все это на живую. Все это отражается на изображении. Да, конечно, это софистиклическая проблема и ограничения. Но вообще очень удобно в случаях таких. Вот. Там вот у нас вход в церковь. Вот тут, видите, у нас сидение для прихожан. Но с прихожанами некоторая напряженка. Посмотрим еще одну роспись. Она похуже освещена, чем алтарь. Но она очень крутая. Так. 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 Я даже никак, с вашего позволения, это не комментирую, потому что тут, в общем, ничего не могу умного сказать про это. А вот здесь вот некоторые сохранившиеся фрагменты росписью в самом церковном зале. Ну, вот видите, вот я уже и не... Вот. Здесь такой замечательнейший святой христофор, постригший бороду. Да, блока с фокусом. С фокусом тяжело. Опа. С фокусом тяжело. Вот видите такие деревянные своды церковные крыши, вот сейчас смотрим на алтажную часть. Конечно никаких денег на реставрацию всей этой истории нет ни у прихода, ни у города, вообще прихожан, как вы догадываетесь, не очень много, хотя интересный сюжет о прихожанах этой церкви вы можете найти в главе Аркадия Ипполитова про Бергаму. Он пишет, что на самом деле они лежат основное время в могилах, а потом все встают из них и приходят в эту церковь на службу. Такую довольно готичную новеллу он сочинял Вот это вот улица Порто-де-Пинто, улица крашеных ворот. Где находятся крашеные ворота не очень понятно, то есть буквально неизвестно совсем. Но так же как и неизвестно где находится под Собьянка, вот этот белый колодец Сейчас мы тут немножечко помешали друг другу с автомобилем. Вот вход в церковь Сан-Микеле и в ту часовню Мадонны, в которой мы с вами были. Вот так выглядит этот вход. А вот здесь, забыл вам показать, здесь находится еще одна фресочка с Мадонной. Здесь находится у нас тарификация. Вот так с нас берут денежку. Видите? Вот евро за 10 минут, 2 евро за 15 минут, за 3 евро включают музыку. И подсвечивают подвальную крипту. Но из подвальной крипты я бы конечно не мог бы вам ничего передавать, потому что там с приемом совсем туго. А вот за 4 евро могут осветить все и все с музыкой. Все на этом значит наша первая прямая трансляция из Бергамо заканчивается. Но аппаратура с нами, квота большая, поэтому будем еще гулять. Надеюсь покажу красивых видов. Удачного вечера. Господа, если у кого-то есть только звук и нету видео, то это проблема между вами и фейсбуковским сервером. Если у вас есть звук, это значит, что до фейсбуковского сервера от меня все дошло. Так что просто попробуйте пересмотреть, когда это загрузится полностью и будет уже не в режиме стриминга, а в режиме показывания сохраненного файла. Нет, Бродский похоронен не здесь. Бродский похоронен на острове Сан-Микеле в Венеции. Это отсюда километров 200.